МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рособранадзор снял ограничения с Амурского государственного университета. Выдвинутые им предписания сняты с контроля. Теперь ВУЗ может без ограничения принимать студентов на новое обучение. Сегодня мы поговорим об этом с эректором АМГУ Андреем Долевичем Плутенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Запрет на прием студентов в АМГУ был наложен после масштабной проверки Рособранадзора. Действительно ли те несоответственно носили большой урон образовательной деятельности? Или это была какая-то формальность? Урона никакого не было, но это была и неформальность. Потому что это была первая в новом формате действительно очень глубокая проверка. Раньше вообще ВУЗы с таким не сталкивались. И, конечно, были обнаружены недостатки, которые университет устранял. Но как отреагировали преподаватели, студенты университета, абитуриенты потенциальные? Это ведь ставило под угрозу ближайшую приемную кампанию. И вообще были ли действительно дипломы теперь АМГУ? Нет, безусловно, дипломы были, потому что никто аккредитации нас не лишал. А приостановили прием в университет, ну как раз в тот период, когда нам прием не нужен был. Это была осень, и наша задача была все замечания снять вот до летней кампании приемной 2016 года. То есть если бы не сняли замечания, то и не было бы приема? Конечно. То есть для вас сейчас радостная весть на самом деле? Ну, мы были уверены, что так и будет, потому что значительная часть замечаний носили такой технический характер, и мы понимали, что мы устраним их. Что будет с новым приемом? То есть все как прежде, сроки и критерия, все правила сохранены? Да, все как прежде. Единственное, что впервые за последние, наверное, лет 10 нам добавили бюджетных мест, причем много, на 20% больше. В два раза больше увеличилась магистратура, это тоже нас очень радует. Ну и появились там некоторые новые специальности, которые связаны в основном с развитием новых проектов на территории Амурской области. Это космос? Это космос, это химия и химтехнологии, и это технологии геологической разведки. Вот три таких новых направления у нас в этом году будут. У вас появилась кафедра, которая называется кафедра стартовых и технических ракетных комплексов. Вы ее курируете, да? Ну, пока да. Пока. Два специалиста прошли стажировку в Самарском госуниверситете как раз вот по космическому направлению, да? Ну, с Самарой мы только вот в конце декабря подписали договор о сотрудничестве с Самарским аэрокосмическим университетом. И да, уже вот в январе и феврале два коллеги съездили, поучились там новым направлением. А еще у нас группа людей поедет летом на летние школы, потому что вот эта новая кафедра, она уже будет готовить специалистов для стартовых ракетных комплексов космодрома Восточный. Здесь Благовещенский полностью, но с привлечением вот наших коллег и партнеров из других регионов. То есть, а ВУЗ живет прежней жизнью, развивается, настроен на будущее более полное развитие? Развивается, очень рад, что развивается Амурская область, да, она остается житницей Дальнего Востока, но мы очень надеемся, что и вот эти промышленные большие проекты, и космодром, и Сила Сибири, и газоперерабатывающие заводы, и другие объекты тоже будут развиваться. И там, конечно, большая потребность и в инженерах, и в экономистах, и в общем, мы надеемся, что это будут такие очень крупные работодатели для наших выпускников. Сейчас как раз вот то время, когда одиннадцатиклассники готовятся к ЕГЭ и уже выбирают ВУЗы, в которые они будут поступать. Вот я слышала такие мнения, что говорят, что там АМГУ, что там даже ДВФУ, ну вот не котируются эти дипломы, когда будешь устраиваться куда-то на работу, особенно на Западе. Все метят в Москву и в Питер. Вот что вы скажете по этому поводу? Ну, конечно, и в Москве, и в Питере есть великие университеты, с которыми сравниться очень тяжело. Это правда, и что тут отрицать. Поэтому мы-то предлагаем нашим землякам другую модель. Вот бакалавриат заканчивать здесь в Амурских ВУЗах, в Амурском государственном университете, когда ты точно уже убедишься, что ты выбрал правильную профессию, что все тебе устраивает, тебе интересно, а в магистратуру уже ехать, поступать в такие действительно ведущие российские университеты. Мне кажется, что вот в нынешних экономических ситуациях это более правильная модель поведения. То есть сюда можно на бюджет поступить, а дальше как в магистратуру? Ну, магистратура, все тоже зависит от того, как вы сдадите вступительные экзамены. В магистратуру это тоже вступительные экзамены. Ну, по крайней мере, вы будете уверены, что вам нравится ваша профессия, которую вы выбрали. Я думаю, что за 4 года обучения на бакалавриате это можно понять. И 4 года сэкономить деньги родителей на проживание. Да, вот 26 марта в субботу в Амурском университете день открытых дверей. Пожалуйста, все желающие могут прийти. И мы очень подробно и честно расскажем о том, что такое сегодня Мурский университет, какие у нас есть достоинства, какие задачи мы еще не решили. У нас еще есть такой важный вопрос, с чего мы, собственно говоря, начали. О существовании, о работе, о соответствии требованиям университетов. И вот есть такая рекомендация региональным вузам создавать один опорный вуз из нескольких, которые имеют приблизительно одинаковое направление. Я знаю, что вы обращались в Благовещенский государственный педуниверситет, но я так понимаю, что не сложилось. Да, был такой проект в нашей недавней истории. Мы сегодня считаем, что в Амурской области нужен опорный укрупненный университет. Да, ученый Совет Амурского университета официально обратился к нашим коллегам из Благовещенского государственного педуниверситета, но, к сожалению, не встретил понимания в этом вопросе, и поэтому конкурс уже прошел, победители объявлены, и пока вот в первый этап мы не попали. А что было бы, если бы попали? Зачем это нужно? Что было бы, если бы попали? Мы бы создали один университет, мы бы получили дополнительное внимание, дополнительные ресурсы Министерства образования и науки, ну и, мне кажется, получили бы некий синергетический эффект от объединения наших часто параллельно работающих кафедр. Но при этом потеряли бы самостоятельность по отдельности? Конечно. Это был бы новый университет, да. А почему бы ГПУ отказалась? Я не знаю. Вот через пару недель в ГПУ появится новый ректор, вы ее пригласите, поговорите на эту тему. Но я никогда не комментирую решения своих коллег из других вузов. Это их решение, их позиция. Но у вас идея об объединении сохраняется? Или вам больше не с кем больше объединять? Ну, к сожалению, да. Потому что у нас только один партнер, педагогический университет, который относится к Министерству образования и науки Российской Федерации. Дальгао, Минсельхоз, Метакадемия, понятно, что Минздрав. Эти министерства пока не рекомендовали своим вузам в этих проектах участвовать. Связи с Роскосмосом у вас становятся все теснее. И я так знаю, что еще будет мероприятие фестивальное, Космофест-2. Что это такое? Ну, это, да, космический фестиваль, который мы будем проводить совместно с Роскосмосом, с Министерством образования и науки Российской Федерации, с правительством Амурской области. Он направлен, в первую очередь, на популяризацию космоса, космической деятельности среди молодежи. В какие сроки он будет проводиться? Это будет 19-20 мая этого года. Он будет очень большой, очень интересный. Приедут космонавты, приедут конструкторы космических аппаратов и ракет. Это для студентов? Для старшеклассников и студентов. Примерно 700 человек будет участников. В общем, студенты со всей страны, школьники, наверное, в основном из Амурской области. Какие новые объекты у вас появятся в этом году еще? Вот бассейн студенческий, последний, что было? Бассейн студенческий, да, тяжелый объект был, но работает успешно. Сейчас мы, в первую очередь, планируем развивать такую открытую уличную спортивную инфраструктуру. Первое, это мы должны сделать такие спортивные площадки под сдачу комплекса ГТО. Вот у нас, в принципе, уже первые работы мы осенью завершили. И сейчас появится беговая дорожка с искусственным покрытием и полоса препятствий. И я уже два года обещаю студентам хоккейную коробку или каток. К сожалению, пока не смог выполнить своих обещаний, но постараемся к следующему зимнему сезону сделать каток на территории университета. Ну что ж, я вам желаю меньше препятствий на вашей полосе. Мы сегодня говорили с ректором Амурского госуниверситета Андреем Долевичем Плутенко о том, что Рособорнадзор снял все ограничения запреты, которые были выдвинуты им раньше, по итогам предписания. И ВУЗ продолжает свою работу. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»